Ну что, друзья мои, сегодня очередное утро. Я, как всегда, сижу в кофейне. Это уже стала традицией отвезти ребенка в садик и прийти в кофейню. Честно скажу, раньше я бы пожалела приходить и тратить... 100 рублей тут стоит, тут на самом деле дешево кофе стоит. 100 рублей приходить, тратить на кофе, чтобы просто так посидеть. Помедитировать утром. Но потом я поняла, что в этом есть какой-то смысл. То есть это не просто сесть и пить кофе. Это какой-то утренний релакс, который позволяет настроиться перед днем, перед всеми делами, скажем так. Посидеть, посмотреть в стену, посмотреть на людей, в пол. В никуда. Сейчас мне написала одна женщина комментарий. Наша, псковская. По-моему, она из дно, Елена. Да, по-моему, мне кажется, она из дно. Про мою кофточку клетчатую, рубашку. Понравилась ей. Знаете, все вот эти вещи, которые я ношу сейчас, я их покупала фиг знает когда. 100 лет назад. На самом деле сейчас я особо не уделяю такого большого внимания одежде. Я ее почти не покупаю. Но иногда что-то покупаю, что-то такое, что вот нужно, что-то практичное. Да, что-то практичное. Но вот, наверное, последнее, что я покупала, это вот помните эту рубашку из биржки, которую я уже не могла выбрать никак. Вот, успела ее купить. А так вообще я особо-то ничего не покупаю. Я говорю, только трусы носки. Может, такую футболку когда куплю. Потому что футболки быстро снашиваются. А вот сегодня, сейчас, ну, то есть я поставила задачу, что мне нужно будет на следующий год купить кроссовки, кеды. Это очень такая, скажем так, значительная покупка. Почему? Потому что, во-первых, нужно выбрать качественные. Потому что, ну, что носить обувь, ну, обувь я обычно ношу по 2-3 года. Вот, чтобы это была качественная обувь. Ну, и, понятно, она будет дорогой. Вот я сейчас насмотрела, ну, ночью, сегодня насмотрела на Вайлдберрис кеды. Пума. Пума. Слава богу, они еще есть на Вайлдберрис. Потому что магазины-то закрылись. И вот кеды стоят, ребятки, ну, такие кожаные, кожаные, замшевые, 10-600. Представляете, 10-600 стоят кеды. Самое интересное, что там, ну, как бы я скажу, этот магазин, ну, я там уже покупала у него. То есть там есть обувь и подешевле. Там есть кроссовки и по 4 тысячи, и по 5. И там бывали, что и на них скидка была, и они 3 стоили. Но, вы знаете, я что-то сомневаюсь, в оригинал ли они. То есть вот там, когда заходишь, ты сразу видишь сегмент. Сегмент подешевле обуви. И сегмент подороже, который стоит за десятку. За десятку. Но я думаю, что эти кеды бы, если бы они продавались, например, в магазине, в галерее, да, в какой-нибудь, то они, наверное, бы там стоили тысяч 14-15. Понятно, что Вайлдберрис вам дает скидку. Но разница сразу видна. Вот разница видна. Сегмент, который за десятку стоит, да, и сегмент, который за 4-5-6 тысяч, вот видно, что как будто, знаете, на разных заводах делали. Ну вот. Ну вот такая дорогостоящая покупка мне предстоит. Этой зимой. Я все-таки посмотрю, может, скидка какая-нибудь будет. Хотя, может, рублей 500. Вот, чтобы купить кеды. А так столько тряпья висит в шкафу. Столько тряпья. Ну, что-то, может быть, немножко уже стало немодным. Хотя, мне кажется, сейчас нет понятия моды. Вот, вообще нет. Сейчас каждый носит то, что есть, то, что нравится. Вот. И я точно так же ношу то, что есть, то, что нравится. Мне, как бы, особо вот, особо одежда меня вообще не интересует. То есть, как бы, раньше, когда, ну, была помоложе, там, обувью как-то интересовалась, там. Ну, босоножечки, может, какие-нибудь купить. Сейчас такого нет. Вот мечта купить кеды. Пумовские. Вот я вам сейчас покажу, кстати, я вставлю обязательно вам. Покажу, какие я хочу купить. Ну, вот. Всю одежду я покупала давным-давно. Платья висят. Платья не знаю, куда платья носить. Потому что все-таки у нас сейчас прохладно. Колготки надо. Колготки не хочу. Вот. Холодно в колготках. Ну, сейчас сижу. А тут улыбка радуги. Улыбка радуги. И тут я как-то зашла в улыбку. Хотела купить шампунь ребенку. А мы покупаем в последнее время Джонсонс Бэби. Я даже сама им волосы мою. Мне очень нравится шампунь. Нету. Нету. Санкции, говорят. Санкционный шампунь. И у них вообще, так смотрю по полкам, у них очень много продукции. Нет. Просто нет. То есть, видимо, много продукции исчезло вот из-за санкций. Надо поискать Джонсонс Бэби, потому что, ну, реально хороший шампунь. У меня даже волосы я так мою. Даже ничего не наношу, ни кондиционер, ничего. Очень хорошие волосы после него. Еще какая проблема, вот, например, у меня. Я раньше покупала средства для снятия макияжа с глаз. Потому что я постоянно все равно делаю макияж на глазах. И я очень любила Улреаль. Он такой на водной основе был. Потому что я не люблю эти все ни масла, ни лосьона. Не люблю. Мне не нравится. Вот. И он тоже исчез. Он исчез из продажи. Альтернативу найти не могу. Но вот я нашла в белорусской косметике. Ну, блин, я считаю, что это дороговато для белорусской косметики. 250 рублей 150 миллилитров. Вот. Но там, правда, бывают скидки. И вот 20%, если покупаешь там, ну, на сумму определенную, вот, если я куплю 3, например, да, 3, мне будет скидка на каждые по 50 рублей. Вот. Ну, то есть по 200 получится. Вот я не знаю даже, что брать. Потому что альтернативы нет вообще. А макияж с глаз надо снимать деликатно. Потому что все-таки вот что-что, а вот кожа вокруг глаз требует деликатного очищения. Это хочу вам показать. Читаю сейчас книжку. У вас, наверное, будет отзеркаливающее. У меня очень много таких книг. Я их специально покупаю. Это все такие, знаете, книжки. Как объяснить, такие пособия 90-х или начала 2000-х. Вот я все, какие есть, я их собираю. Просто там ищу по разным магазинчикам онлайн. Почему? Потому что в них очень много знаний. Как правило, они писались не какими-то популяристическими такими, не знаю, там, ведущими. Да, вот этот ведущий-то есть такой, Малахов, у него много книг. Вот просто, знаете, такую литературу читать нельзя. А раньше, вот в 90-е, в начале 2000-х было очень много всяких врачей, ЛФК. Были какие-то переработки наших этих советских ученых, которые выпускали очень неплохую литературу, пособия различные, методички. Я такие книги собираю. У меня уже дома накопилась очень приличная библиотека. Такая литература. Я помню, когда мы учились в колледже, нам преподавательница по классическому танцу, она говорила, у каждого педагога должна быть дома библиотека своя, своей литературы профессиональной. Вот у меня вся мечта купить пособие по классическому танцу. Там есть этой Вагановой, Базановой. Базанова написала, ну, по школе Вагановой. Вот там в трёх, по-моему, в трёх выпусках. То есть как бы три, по-моему, нет, три выпуска или два. Начальная, начальные классы, по-моему. Я не помню. Но помню, что первая – это начальные классы, потом дальше, усложнённая программа. Но книжка дорогая, полторы тысячи стоит. Такая небольшая книжка, полторы тысячи. Да, профессиональная литература стоит дорого. А эти книги стоят как раз-таки дёшево. Почему я их и собираю? Они никому не нужны. На эти книги, как обычно, очень большие скидки. Потому что почему-то считается, что, ну, как сказать, на них спрос маленький. Ну, может быть, потому что не уделяется им должного внимания. В книгах очень ценная информация содержится. Но на них большие скидки. Потому что малоизвестные авторы, но эти малоизвестные авторы по-настоящему специалисты. Понимаете, да? Это не какой-то там пиздобол, извините, Малахов с телевизора, который всё время по двоночник рекламируют. А это просто малоизвестные какие-то врачи выпускают. И поэтому эти книги дёшево стоят. Никто особо на них не зарится, да? Только я. Только я бегаю. И где появляются какие-то вот эти вот со складов, знаете, старые запасы вынимают. Некоторые книги даже немножко с дефектами какими-то. И я их, скорее всего, скупаю. Потому что я понимаю, что там знания, там знания. И наступит такой момент, когда этих книг вообще не станет. Просто. Ну, вот они их в какой-то момент просто утилизируют. И всё. И всё. И будут у нас какие-нибудь дебильные книги, а-ля вот Малахов. 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 Малахов.